добрый день дорогие мои вы на канале привет ангелы с вами народный батюшка мира и добра вам при святой троице мы с вами еще пожинаем плоды той злобы которая выплеснулась в центре крокус и это злоба не только убила людей но и разбудила во многих людях злобу причем в разной мы видим форме эта злоба существует в разных людях и обоснование ее может быть совершенно различно то есть как неправедное такими словами мы с вами скажем может быть злоба то есть обоснованное действительно фанатичным верованием в некую свою праведность на основании большого ума большой грамотности больших успехов скажем в делах коммерции то есть большие капитала у человека есть когда у человека есть гордыня то это гордыня обосновывается некими успехами которые человек поимел в этой жизни они могут быть абсолютно разные они могут быть спортивные могут быть финансовые могут быть ну просто вот чисто человеческие самоудовлетворению человек появляется когда большое количество людей ему верит и приходит к нему и слушает его ну то есть можно возгордиться например количеством подписчиков у тебя на канале и зло под этой гордостью входит в тебя как вполне естественная форма твоего проявления в жизни и ты начинаешь со своей высоты презирать тех кто что-то подобное тебе не сделал то есть те кто богатые они презирают не богатых те кто имеет большие дома презирают тех кого дома маленькие те кто имеет много людей которые к ним приходят миллион у них там подписчиков или большое количество людей собирается их послушать на стадионе а то и в храме а то и в храме а потому что притворившись тем что ты хочешь сделать людям добро и внести в них какое-то чувство в том числе любви там или чувство взаимопонимания и друг другу и так далее ты можешь людей привлечь можешь людей привлечь но за этим привлечением стоит гордость и гордость тебя заставит этих людей не уважать на стараясь как-то мягко вот вам это все показать что мы в принципе и видим вот смотрите сбежали из страны и льют грязь не просто на страну она людей на людей как вчера услышал там божана брыльска что ли как их к если так произношу то так так вообще-то я ее не видел что она за артист что она из себя представляет но вчера увидел как она людей русских обзыва обзывает и это с чего взялось а с того что когда-то ей пришло обоснование что тебя уважают что вот сколько людей тебя любит и эти люди готовы тебя слушать и ты можешь им проповедовать то что в тебе есть и зло через нее начало проповедовать то что она приняла приняла из этого мира приняла что зло вместе с чем вместе с почитанием вместе с богатством вместе с имуществом вместе с образованием например то есть много закончил раз разных высших образований и думает о теперь я всех кто не имеет этого образования ну так они не думают конечно это очень банальное рассуждение что так думать они действительно сравнивает себя с теми кто к ним приходит и видят что они в чем-то лучше действительно совершение ну а раз тот несовершение значит он уже достоин презрения до 100 лет презрения поэтому мы с вами разбираемся здесь в том как пройти вот по дороге христианство и не зацепить себе колючек которые вдоль этой дороги расставил лукавый чтобы эти колючки не проросли в нашей почве в почве нашего жития и благодатной нашей жизни потому что они вчера фильм посмотрел про грибы по каналу культура и оказывается кругом грибы это не прорастают во все что хочешь не прорастают в камень прорастают в дерево прорастают в человека и мы все наполнены с вами внутри грибами вот но это же незаметно это же остается для человека неведомы и непонятны пока он не углубиться в то как как они в нем живут и как одни помогают жить а другие убивают убивают вот так и здесь вот эти можно так сказать флюиды бесовские проникая в душу вживается в нее и вживается именно в тот образ который мы вдруг себе выбрали как тот который представляет нас перед другими людьми и научается в этом образе и жить тихо то есть как где надо быть смиренным где надо быть значит ласковым и добрым быть таким а где вдруг прорывается когда ты видишь что тебе безопасно сделать то что ты можешь сделать злое он он и творит злое это я все еще о том как мы с вами получили от какой-то женщины несколько комментариев и я их оставил я редко оставляю такие комментарии чтобы вот то что в них заразных вас не переходила как зараза потому что цепляет начинаешь соглашаться почему бы и не это может быть она права усомнишься в чем-то в своем что должно быть в тебе по евангелию и по христианству вложено и все и и там прорастет и я вижу что конечно очень прорастает иногда в такой можно так сказать вежливой форме и незаметной для тебя но тем не менее это глубоко коренится и заканчиваться может очень большими трагическими проблемами например после того как я оставил этот комментарий записал какие-то к нему еще свои комментарии пришло например комментарий о том что одна женщина пишет а наш батюшка сказал что музыка группы не мистическая как там как написано ой масонская мистическая ну в общем вот вот так ну вот в эту сторону я и написал что ну главное чтобы батюшка сам не решил и вас не научил что за эту музыку можно убить или сжечь заживо она тогда написала у разных священников разные мнения то есть вот у него как у священник такое мнение у меня видите другое мнение я согласен мнение это одинаковые но итог то всех правильных священнических размышлений должен быть тот что нельзя убивать и сжигать заживо людей нельзя ты сколько хочешь можешь как говорится на них гневаться видеть что они страшные сотворяют грехи но мы не можем отнимать жизнь в течение которой человек может покаяться покаяться поэтому вот сейчас говорят что вот этих людей надо казнить там кто-то написал вот у меня что четвертовать поставить на площади все остальное вот а вы уверены что у них больше нет шансов к покаянии вы уверены что они никогда не смогут встретиться с богом что вот вы вы готовы отнять у него жизни навечно навечно а я вот не готов и не готов и только потому что не только потому что я бывал в тюрьме где люди надолго посажены я не был конечно ни разу в а был был я был у одного заключенного которого решили в соседней стране что его поймает ему грозила смертная казнь точно смертная казнь а его арестовали в россии и был вопрос передать или не передать его в ту страну где его казнятся за за те преступления которые у него в общем то свершились я с ним встретился он мне исповедался и интересно было что лично я не согласен был с тем что его нужно наказать таким образом как в той стране установлено это иногда тоже такое ошибочное в стране на мой взгляд установление бывает когда люди за какой-то например финансовый грех должны быть лишь а лишены царств жизни жизни у нас до какого года года до девяносто пятого наверно была смертная казнь за финансовые преступления смертная казнь и я вот даже слыхом не слыхивать и и знать не знал что она существует когда например ко мне когда я был руководителем культурно-спортивного объединения по жалобам одного человека который приезжал после вот прямо здесь на коленках у меня исповедовался что это он писал и что он кается ему сейчас нет уже этого человека но написал много 28 жалоб написал за год на меня и в конечном итоге на меня направила прокуратура там или область большую комиссию и всякие органы восемь разных структур меня за это время проверяла ну тогда а бхсс была прокуратура кру вот областной кру оказалось самое такое можно так сказать въедливые очень грамотный приехал человек и этот грамотный человек три месяца копался в наших делах которые у нас были в производстве было большое объединение меня было в подчинении 700 человек с лишним было восемьдесят девять подразделений всевозможных которые деньги разные через них шли шли через бухгалтерию я доверяя своему бухгалтеру все подписывал постоянно и конечный итог конечно был мой я ответственным был за это делание и он он накопал что я якобы не то что украл а я неправильно использовал средства и я их использовал на 16 тысяч с чем-то там рублей и это было создание компьютерного класса мы сделали в доме культуры специальные отгородили помещение поставили туда компьютеры и впервые в городе детей со школ пригласили и школьники на этих компьютерах начали изучать но интернета тогда еще не было начали изучать компьютеры ну хотя бы так я считал что это очень благое дело и в общем то когда я это делал в руководстве хвалили но когда вдруг вылезла сумма 16 тысяч чем-то что я неправильно их каким-то образом истратил то мне должен был быть суд и меня должны были за это наказать с такой легкостью как-то это воспринял потому что я точно не брал ни одной копейки и вообще не люблю брать откуда-то какие-то копейки это очень интересно он пригласил 320 человек из из за эти три месяца с ними беседовал тех которые какие-то имели финансовые связи со со всей этой структуры там все директора домов культуры там подразделение все были им опрошены свидетельские показали и взятые так далее потом он мне говорит михаил сергеевич я восхищен ни один из них не сказал что у вас было какое-то деление средств и что вы от них чего-то требовали это для меня поразительно я первый раз такого руководителя вижу я грунта как хорошо действительно я никогда этого не делал и просто даже в уме не имел то есть у меня было желание сделать просто хорошо новую культуру мы там придумали новую систему финансирования в этой системе финансирования смогли пригласить артистов больших которые никогда бы не поехали за те деньги которые им платят в наш город мы там за один девяносто первый год что-то 40 по моему разных коллектива всякие в этом веселые ребята самоцветы вот и артисты там пуговкин леонов градский саша малинин малинина мы просто вообще запустили можно так сказать и так далее там подобно это все вот такая новая система можно так сказать к этой новой системе не было претензий то есть там все по билетам билета один в один сошлись сколько продали сколько осталось там было три мешка билетов нами напечатано все сошлось пересчитывали каждый билетик но это ладно а эти 16 тысяч ну так подвисли и все вот вроде виноват вроде должен за эти отвечать и что когда мне объяснили что ответственность за эти деньги смертная казнь то есть то время еще было за 10 тысяч смертная казнь я вот был немножечко шокирован думаю как то не может быть после я услышал что в это время действительно вот в эти же годы там с гастрономом номер один в москве я после дружил с директором этого гастронома но там были еще значит люди там действительно смертная казнь была применена хотя он им вменили и нашли не такие уж там по моим даже 10 тысяч не нашли но я не помню точный но вот сама директор избежала вот кто ее курировал в министерстве там смертная казнь была и я конечно тут удручился и думаю как чего а что суд решит вообще так это меня спас в то время был как там управляющим банком виноградов герман леонидович царство небесное прямо святая душа я обычно шел на работу он в соседнем доме жил и мы с ним практически одинаково выходили я просто даже в окно видел что ага герман леонидович вышел надо мне выходить время пришло и он проходил мимо моего дома и все время степенно так шел к своему банку а я бежал на работу мне нужно было скорее на эту работу и вот я каждый раз его обгонял здоровался и мы и работали то рядышком банк и наш дом культуры были через дорогу стояли вот и значит я ну что-то мне хорошо было того что с ним можно поздороваться и вот однажды когда вот я уже осознал что мне навесили эти 16 тысяч я решил не пробегать мимо его при задержался и говорю герман леонидович мед беда такая он говорит что за беда я говорю так вот мне вменяют что я 16 тысяч неправильно истратил а как я их мог неправильно истратить если все эти деньги шли через банк а вменили то очень просто не моя подпись стояла то есть там все оформляла все как надо в банк значит шли эти требования по требованиям выдавались деньги но подписывал мой заместитель первый заместитель александр да колин был тогда хороший человек и он говорит ну как неправильно мы разве могли выдать эти деньги неправильно я говорю ну вот говорят что я не подписал эти документы деньги забрал он говорит а кто же подписал я говорю так подписал мой зам а вы выдали он говорит ну значит он имел право подписи я говорю а как это может быть что может не только я могу иметь право подписи он говорит ну мы обычно так и делаем что когда нет руководителя есть зам который тоже оформляется как возможный распорядитель этих средств зайди-ка ко мне я не заходя на работу зашел к нему он вызвал помощника достали наше дело и там все есть наше заявление наши подписи и зама и моя и все и деньги выданную нормально то есть он говорит ну вот все о чем предъяви вот это я говорю а тогда факсы были у меня уже был у них тоже был там в общем мне сделали копию я прихожу к этому инспектору кругу говорю смотрите вот такое дело вы ошиблись как я не мог я говорю ну вот посмотрите у меня вторая подпись в банке моего заместителя и заместитель все сделал правильно бухгалтер все сделал правильно поэтому деньги получены правильно поэтому как минимум вот эти деньги которые вы меняете по этим значит расходам они правильно были получены как так как так вот он пошел в банк сам посмотрел эти документы в общем когда вычитали вы вычли эти деньги правильно получены осталось государство должно нам 4 копейки 4 копейки то есть мы своих средств а у нас были доходы свои там от разных подразделений там уже и видеофильмы мы показывали какие-то платные концерты устраив в общем мы перерасходовали 4 копейки в пользу государства и стратив их на какое-то мероприятие и он в шоке а там было право проверять именно столько времени какие-то законы были и столько-то раз в течение года и он приходит ко мне с заявлением что прошу продлить проверку еще там на месяц вот так как не я не закончил в связи с тем что лимит этой проверки время и количество в этом году исчерпан я ему отказал говорю слушайте но вы я вижу некачественно ой меня накажут дамы что вы пожалеете меня там их огрыну почему-то ты дорогой меня не пожалел ты же ведь подвел меня под расстрельную статью ты можешь это осознать что ты мог убить человека только потому что считаешься хорошим охват уж тогда вот вы очень мне запала в душу что что оказывается убить человека можно запросто можно даже невиновного после я когда вот это разбирался осознавал у меня друзей появилось много в тех органах где это я в какой-то момент узнал по моему в двухтысячных годах когда мы снимали сериал мир без наркотиков преодоления я официальную службу услышал цифру в закрытом совещании на в мвд что нет в прокуратуре что 15-20 процентов тюрьмы садится невинных людей невинных ну считайте что прошло конечно 20 лет после этого но даже 20 с лишним лет но мне кажется что и сейчас есть невинные люди и вот доходить в своих рассуждениях о том что можно убить за какие-то грехи а в данном случае грехом вменили что люди пошли на концерт слушать музыку да еще поджечь этих людей но это на мой взгляд абсолютно одинаково что соучаствовать вот в этом соучаствовать то есть я так теперь понимаю что в доме профсоюзов жгли людей в одессе и кто-то считал и думал что а может быть и правильно а то и просто думал ну ну так им и надо может быть это не в россии может там но но видимо так думали потому что опять повторяется повторяется поэтому я могу ответственно сказать дорогие мои что даже если человек преступник даже если он осужден на пожизненное заключение даже если в той стране в которой есть смертная казнь мы не должны думать о том что этот человек абсолютно богом был создан негодным и у него не было шанса покаяться самое интересное что тогда когда выносят смертный приговор то те кто выносит они берут на себя ответственность судьи берут на себя грех грубо говоря я представляю сколько на некоторых таких грехов и конечно очень жалко что такое случается но наш это с вами задача личного нашего с вами осознание на какой я стране и кого и и как я отношусь к тому кто и что в этом деле соучаствовал я вам прямо скажу конечно тем кто убивал и поджигал я отношусь плохо как к слугам сатаны полностью захваченных ими том числе из их разумом то есть сатана может управлять руками ногами языком может управлять вашими глазами может управлять в какой-то момент он может управлять вашим разумом разумом и тогда вы становитесь его полным можно так сказать подчиненным рабом его становитесь вот наша задача стать тем кем управляет бог а а став под в ту сторону вы становитесь тем кем управляет сатана но я совершенно сейчас согласен с тем что в государстве существует пожизненное заключение пожизненное заключение потому что вот тот человек которого я поисповедал когда-то у которого в другой стране была смертная казнь предопределена он например искренне раскаивался когда я его причащал а его выдали в ту страну кстати не знаю чем это закончилось то ли его пожизненно посадили то ли казнили потому что ну я думаю что все таки его не убили ах боже мой да знаю чем выпустили его ой да что он так исхудал конечно он так это но его года через три-четыре выпустили мне же сказал тот который нас сводил что в общем то разобрались не совсем он был виноват вот тоже тоже пример так что когда вы осуждаете почему господь и сказал не судьи мы можем рассуждать мы можем доводы разные рассуждения разные выставлять по разным поводам и по разным ситуациям но осуждать не наше с вами право в государстве есть те кто осуждает официально от государство судьи а в церкви право осудить только у самого господа этот долго терпит и отложил нам про наше осуждение на великий суд нас суд в будущем вот так ну нет просто-то фраз о том что кто не с нами тот против нас кто он уже осужден эти фразы есть существует и в евангелии они обозначают что некоторых случаях действительно это звучит но по рассуждению которые однажды я слышал у профессора осева где вопрос о том что а точно в гиена огненные вечные или нет он ответил что я не знаю сие неведомо нам я тоже не знаю как на самом деле все будет с теми кто должен оказаться в гиене и вечном осуждение это ведомо все только господу нашему пресвятой троицы аминь а